МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тех услугах, которые предоставляет государство в электронном виде. Сейчас мы часто слышим такое понятие, как цифровизация экономики. Расскажите нашим телезрителям подробнее, что же это такое. Да, сейчас выражение цифровой экономики действительно в тренде. Наверное, это началось с послания президента Российской Федерации в конце 2016 года, когда он объявил направление, основные точки развития и упомянул цифровую экономику. Летом этого года была принята федеральная программа «Цифровая экономика», подписанная премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Суть ее заключается в следующем. Развивать непосредственно системно цифровые технологии во всех сферах жизнедеятельности, деятельности нашего населения, наших органов государственной власти и, соответственно, бизнеса. Основные направления в цифровой экономике заключаются в таких, наверное, следующих направлениях, как нормативное регулирование, образование, подготовка кадров, использование научно-исследовательских компетенций, естественно, это развитие IT-инфраструктуры, ну и, конечно же, это гибербезопасность. Цифровая экономика – это, в принципе, все, что можно формализовать, все, что можно привести к логической схеме, ну и, соответственно, облегчить труд наших граждан, нашей экономики. Конечно, нельзя говорить о развитии цифровой экономики без устранения цифрового неравенства. Это телекоммуникация, это связь, это внедрение компьютерной техники, не только, значит, в тех направлениях, которые уже, в принципе, развиты. Ну, основные моменты, наверное, то, что подчеркивал Владимир Ильич Путин, это, наверное, внедрение цифровой экономики в промышленности, в сельском хозяйстве. Ну и, соответственно, не останавливаться на том достигнутом, то, что уже внедрено. Конечно, цифровая экономика, можно сказать, что у нас уже появилась с момента появления компьютерной техники, с момента появления интернета, но, тем не менее, нужно семимильными шагами все-таки развиваться и не отставать от других стран. Записать ребенка в детский сад, школу, получить водительское удостоверение и много-много других услуг, которые сейчас нам доступны в онлайн-режиме. Скажите, в чем преимущество такого вида предоставления услуг? Ну, во-первых, самое главное – это экономия времени. Все мы, наверное, уже практически отвыкли с советских времен стоять в очереди. И когда мы с этим сталкивались, для нас это состоит определенное неудобство. И это один момент. Другой момент, когда наши граждане обращались в органы государственной власти за получением каких-то льгот, каких-то услуг, каких-то справок. Им приходилось обходить, наверное, с десяток таких ведомств, учреждений, чтобы получить некий пакет документов. Сейчас эта процедура упрощена. С момента внедрения системы межведомств электронного взаимодействия между органами власти. И когда гражданин обращается в какой-то определенный орган или многофункциональный центр, ему дальше уже бегать никуда не надо. То есть уже задача того органа, того учреждения – собрать все необходимые справки по обращению заявителя непосредственно по какому-то направлению получения услуг. Естественно, в этом направлении мы продолжаем развиваться. Сейчас самая главная задача, то есть на ближайшее будущее – это сконцентрировать приход за получением тех или иных услуг. Это в офисы «Мои документы» или получение тех же услуг через портал предоставления в электронной форме. Это госуслуги.ру, это портал наш республиканский е-якутия.ру. Говоря о такой проблеме, которая раньше была этой проблемой, запись в первый класс. Люди зимой стояли в очередях, ночевали в машинах и так далее. То есть с прошлого года, да? Да, действительно. С прошлого года совместно с администрацией города Якутска мы внедрили такой сервис для наших граждан, непосредственно для молодых семей, которые отправляли ребенка в первый класс. И самая главная задача стояла, чтобы заявления они могли подать в электронной форме. Эта задача была выполнена осенью прошлого года. Записать ребенка можно было через портал е-якутия.ру. Действительно, это упростило сразу задачу для родителей. Это не создало никакого ажиотажа во время этой кампании по записи в первый класс. Единственное, конечно, по факту отправки заявления, по факту постановки в очередь в то или иное учебное заведение родители по факту уже сверки всех данных. То есть и система помогла сверить данные, что действительно по такому-то свидетельству ребенок, у него такие-то родители, и, соответственно, он там проживает по такому-то адресу. После этого родители приносили уже оригиналы документов для, ну, еще раз подтверждения, уже в школу, уже по записи в определенное время. То, что, в принципе, было удобно. А насколько активно, вот как-то мониторите, отслеживаете, насколько активно население вовлекается в эту систему? Сколько сейчас пользователей у портала? На самом деле данную статистику ведет Росстат. На конец 2016 года по республике Саха-Якутия такое количество составило 40% от всего населения. Это, в принципе, хороший показатель. Но, тем не менее, в этом году мы ожидаем порядка 50-60%. На едином портале у нас через единую систему идентификации и идентификации зарегистрировано более 350 тысяч жителей республики. Если просто для сравнения посмотреть динамику, в 2015 году это было 60 тысяч человек, сейчас это более 350 тысяч. Ну, грубо говоря, в 6 раз увеличение. Ну, конечно, мы проводим разъяснительную кампанию, обучаем население. Нам в этом направлении очень помогают офисы моей документы, которые расположены в каждом районном центре республики. И по несколько офисов расположены в крупных городах, как Якутск, Мирный, Нерюнгри. Вот говоря о крупных городах, наверняка, больший процент это все-таки жители Якутска, крупных городов. А как обстоят дела в районах? Есть такие данные? В районах непосредственно по республике Саха-Якутия у нас данные в целом по республике. В районах, конечно, есть проблемы в части прихода в тот или иной орган. В силу того, что, наверное, проще прийти в малочисленном населенном пункте в администрацию, нежели записаться электронно. Но это, возможно, связано, что доступ в интернет организован и оплата производится по трафику, что не совсем, наверное, доступно для людей. Но, тем не менее, услуги люди получают. В принципе, у нас очень активное население в заказе интернет, закупок. В этом плане, в принципе, люди уже обучены. Очень активные пользователи электронных мессенджеров. В принципе, это говорит о том, что возможность такая есть. Было бы желание людей. Ну и насколько, конечно, там есть проблемы с этой очередью. Если небольшой населенный пункт, в принципе, он все равно должен получить какой-то документ. Возможно, ему проще прийти сразу и не записываться в эту очередь. Но, тем не менее, тенденции такие, что это будет развиваться, и люди будут планировать свое время. И, соответственно, им будет удобно все-таки в определенное время прийти и без очереди уже получить тот или иной сервис. Николай Викторович, ну вот, допустим, помимо того, что я экономлю время, какие еще выгоды я как частное лицо могу получить, пользуясь? Ну, во-первых, экономите время. Во-вторых, вам не нужно заполнять те данные, которые, в принципе, уже есть в системе. То есть, ваши фамилии, имя, отчество, ваши паспортные данные, ваши страховые свидетельства, возможно, там, водительскую... Я слышала об экономии на счет 30%... Да, да, да. И, кроме этого, вы, конечно, можете, допустим, получить какой-то сервис с 30% скидкой на госпошлину. Ну, кроме этого, через портал можно и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Там вообще 50% скидка. Но это в течение 20 дней. Данные сервисы еще у нас развиваются. У нас на нашем портале Якутия реализован сервис по оплате услуг за жилищно-коммунальное хозяйство. Сейчас мы ведем работу с Якутик Энерго по возможности оплаты за электрическую энергию, чтобы людям было удобно в одном месте получить все сервисы. Эту работу мы проводим. Известно, что на портале хранятся данные гражданина, да, личные данные? Насколько защищены эти данные? Да, действительно, на портале, как и госуслуги.ру, как и якути.ру хранятся персональные данные наших граждан. Действительно, они должны быть защищены. И у нас все эти системы аттестованы. Система идентификации гражданина осуществляется через федеральную систему организованной Минкомсвязи в России. Это единая система идентификации и аутентификации. Согласно законодательству Российской Федерации все процедуры по безопасности соблюдены. И, естественно, мы в дальнейшем планируем развитие непосредственно этой системы по определению человека, что он есть через эту систему по другим услугам, как доступ в интернет, как получение налоговых задолженностей. В принципе, сейчас и налоговая инспекция, и пенсионный фонд используют вот эту единую систему идентификации. Ну, скажем так, это некий аккаунт, некие учетные записи, которые, собственно говоря, используются. То есть, единожды вы авторизировались, вы можете использоваться и на других сервисах, грубо говоря, в социальных сетях. А говоря об авторизации, вот если, насколько мне известно, нужно появиться один раз, да, чтобы подтвердить личность свою? Да, совершенно верно. А если человек немобилен, допустим, то есть он является инвалидом, болеет или еще что-то, что это значит? Да, очень хороший вопрос. Действительно, человеку нужно, чтобы подтвердить его личность, один раз появиться в центре обслуживания. Их у нас порядка 360 по республике Саха-Якутия, это более 200 населенных пунктов. Потому что в системе мы должны идентифицировать человека. В дальнейшем уже система сама будет определять и перепроверять этот человек, то есть и сверять его данные с другими данными. То, что касается мобильности, у нас действительно был такой запрос от инвалидов первой группы. Родственники обратились, чтобы подтвердить его учетную запись дома. Наши специалисты Министерства связи выехали на дом и подтвердили его учетную запись. Сейчас мы эту процедуру хотим масштабировать уже с Министерством труда и социального развития. Спасибо. Наше эфирное время, к сожалению, заканчивается. Будем надеяться, что все больше людей будет вовлечены в способ использования государственных услуг онлайн. А я напоминаю, у нас в гостях сегодня был первый заместитель министра связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия Николай Гришаев. Смотрите.